Добрый день, уважаемые коллеги трейдеры. Мы рады вас приветствовать на очередной торговой сессии вторника. Сегодня 1 июня, начало лета. Всех поздравляю с этим замечательным событием. С вами компания Amarkets, меня зовут Виктор Паньков и мы продолжаем анализировать рынок, используя математическую модель поведения цены. По традиции начнем с индекса S&P 500. Как видим, наш прогноз полностью оправдался. Напомню, рассматривали мы с вами коррекцию вот в эту область и отсюда продолжение восходящего движения. На текущий момент все ваши сделки, которые вы здесь открывали, должны быть в плюсе, причем в достаточно хорошем плюсе. И мы дальше рассматриваем движение в восходящем направлении. Коррекции с текущих позиций не планируется, поскольку мы только-только оттолкнулись, только-только пробили вот эту проторговку. Но, тем не менее, будьте внимательны, если вдруг начнут сбивать цену и корректировать ее, то можно будет докупиться с котировок 41.59, 41.40 и 41.31. Отсюда мы уже рассматриваем движение в дальше восходящем направлении, к следующим целям 42.61. Евро по отношению к доллару. Напомню, рассматривали мы с вами продолжение восходящего движения, но, как видим, поболтавшись, цена все-таки нарисовала двойное дно и через ретест уровня ушла в нисходящем направлении. Здесь мы оттолкнулись от уровня минимальной коррекции по отношению вот к этому восходящему движению. Потихонечку мы рассматриваем все более и более старший таймфрейм. И здесь у нас будет с вами следующая идея. Пока что, как видим, цена немножко корректируется в нисходящем направлении, но цели по восходящему движению текущему еще не выполнены. Если они не будут выполнены, то высока вероятность, что мы с вами дальше уйдем в нисходящем направлении на более глубокую коррекцию, а может быть даже на смену тренда. В конце концов, мы чуть-чуть буквально не добили до линии сопротивления и сделать это можно в течение сегодняшней торговой сессии. Будьте внимательны. Ближайшие уровни сопротивления 1.2191, 1.2168. Более дальний уровень сопротивления старшего таймфрейма 1.20832. Но к нему мы пойдем уже только после того, как покажем какую-то реакцию на эти уровни и это не остановит цену. В этом случае мы пойдем по размерности нисходящего движения. Вот по такой примерно размерности. Ну и здесь возможны небольшие погрешности. Цели вверху у нас по-прежнему так и остаются структурно. В районе примерно котировки 1.3330. Немножко мы пододвигаем их, исходя из того, как у нас здесь двигалась цена. Ну и в принципе это пока что ближайшая цель. Больше других целей здесь нет смысла рассматривать. Фунт-доллар. По фунт-доллару формируется интересная позиция. Как видим здесь у нас был очередной затяжной флет. И сейчас мы из этого флета вышли, но как раз уперлись в зону ликвидности по вложенному дню, который у нас был буквально 28 мая. Поэтому с текущих позиций я рекомендую рассмотреть варианты продаж до нижней линии, до нижней зоны ликвидности. Тем более, что сверху у нас вся ликвидность собрана и теперь осталась несобранная ликвидность снизу. Поэтому это создает дополнительную вероятность того, что мы с вами можем неплохо так сходить в нисходящем направлении. Более того, если мы посмотрим на старший таймфрейм, то увидим, что мы подошли как раз к той границе, от которой когда-то 24 февраля цена неплохо так отскочила и сходила вниз порядка 550 пунктов. Поэтому это дополнительный фактор того, что здесь мы можем поймать очень хороший разворот. Рекомендую вам воспользоваться этой информацией, найти хорошую точку входа в нисходящем направлении и отлично на этом заработать. Первый тейк мы фиксируем по достижению нижней зоны ликвидности. Это потенциал 110 пунктов. Затем сделку переводим в безубыток и ждем полной отработки. А полная отработка у нас это достижение нижней границы вот этого большого флетового диапазона. Это 1.3669. Доллар японская иена. Пока что идет в рамках нашего сценария. Как мы говорили с вами, двигаемся в нисходящем направлении. Сейчас пока что стоим на уровне минимальной коррекции. И отсюда у нас открывается неплохая точка входа на поход в восходящем направлении. Потенциал порядка 100 пунктов. Идем до цели 110, 559, 110, 754. Более дальняя структурная цель это 111 ровно. И также будьте внимательны, если будем спускаться ниже, что вполне вероятно, с учетом того, что этот срыв цены у нас так и не закрыт. Здесь будет линия поддержки 109, 129. Вот такой сценарий пока что по доллар-иене. В нисходящем направлении пока что не рассматриваю сделки. Однако здесь возможно некоторая вариация. С учетом того, что, ну это зависит от того, как мы с вами нарисуем наклонный трендовый канал. То есть мы можем нарисовать его вот так. И в этом случае, как видим, то есть мы можем сходить вниз до котировки 108, 823. И затем уже только пойти в восходящем направлении к цели 110, 47. Поэтому этот сценарий также держите у себя в голове. И вот из этой зоны, давайте ее так вот отметим. То есть можно уже принимать решение по походу вверх. Ну а если мы все-таки будем пробивать трендовый канал и формировать какое-то закругление, то здесь с высокой вероятностью пойдем дальше вниз к нижним неотработанным целям 107, 907. Доллар-канадец. Как видим, спустились мы еще чуть-чуть пониже. Но глобальный минимум у нас не обновился. И более того, здесь есть также очень интересная тенденция. Несколько вложенных дней было за последние пару торговых недель. И если ликвидность сверху частично отработала, то ликвидность снизу мы начинаем отрабатывать только вот прямо сейчас. Поэтому я рекомендую подождать, когда цена спустится к котировке 1,20-225. И отсюда уже начинать искать хорошие точки входа на разворот, сокупаться с текущих позиций. Поскольку движение в нисходящем направлении было очень продолжительным. Ну а неотработанная ликвидность, которая у нас осталась сверху, плюс образование вот такой массовой ликвидности снизу, дает нам понимание того, что здесь мы можем неплохо оттолкнуться и пойти в восходящем направлении. Напомню, мы до сих пор находимся в зоне такого активного разворота. И здесь, к этой зоне, получается, мы подходили последний раз аж в 2017 году. И отсюда можем очень неплохо сходить в восходящем направлении. Так что рекомендую вам рассмотреть данную тенденцию. Первая цель у нас будет в районе верхней зоны ликвидности 1,2141. Далее 1,2155. Ну и более дальние цели это 1,2262. Доллар-франк отработал строго согласно нашему сценарию. Напомню, мы с вами 25 мая рассматривали вероятность восходящего движения от вот этого ключевого уровня 0,89, 326. Ну, как видим, так и произошло. До нижней границы целевого диапазона потенциал состоял 81 пункт. Затем уже с помощью вот этой коррекции мы с вами наметили следующие цели. Ну, покажу, как это было. Вот, то есть мы наметили диапазончик и четко в него уперлись. И пошли в нисходящем направлении. 46 пунктов прошли. Сейчас после выполнения коррекции и достижения уровня минимальной коррекции есть потенциал движения в восходящем направлении. Рекомендую рассмотреть данную возможность. Более дальний уровень поддержки 0,89, 64. При подходе к нему здесь также можно рассмотреть покупки. Ну и потенциал по данным покупкам у нас с вами пока что, с учетом того, что мы не знаем коррекция это конечная или нет, а будет находиться в районе котировки 0,9737. Именно туда рассчитываем, что цена придет в рамках вот этой восходящей волны. Австралиец доллар продолжает блуждать во флете. И это уже становится, ну, действительно каким-то интересным событием. С учетом того, что, смотрите, у нас был здесь затяжной флэт, затем выброс. Проторговка, снова переход во флэт и уже вторая такая же глобальная проторговка здесь формируется. Поэтому вполне возможно, что в ближайшее время у нас наступит какая-то развязка по данному инструменту. Пока что мы придерживаемся восходящего направления. Линии поддержки у нас 0,7728, 0,77, 0,80. Цена, цель ближайшая 0,7777. И более дальняя это 0,78047. Верхняя граница флэтового накопления. Выход из флэта вверх мы пока не рассматриваем. Нам достаточно будет, в принципе, вот этого восходящего движения. Но здесь есть один нюанс, будьте внимательны. У нас цена на днях предпринимала попытку пробоя данного флэтового накопления. Видим, что был такой неплохой срыв и затем возврат. Поэтому данное событие может у нас повториться с тестированием уровня минимальной коррекции старшего таймфрейма 0,7657. То есть именно сценарий будет какой-то вот такой выход вниз, тест, затем через разворотный паттерн, движение в восходящем направлении и продолжение восходящего движения. Вполне возможен вот такой сценарий. Ну а если здесь будет нарисован какое-то закругление и цена будет тестировать нижнюю границу флэтового накопления и не пойдет дальше, то мы с вами развернемся и будем работать в нисходящем направлении по размерности старшего таймфрейма в диапазон 0,757307603 и в дальнейшем тестировании неотработанных зон ликвидности снизу. По новозеландцу продолжаем мы пока двигаться в восходящем трендовом канале. Как видим здесь все стандартно, но тем не менее после того, как наши цели выполнились, видим, что дали мы коррекцию, но максимум не обновили. Это может свидетельствовать о том, что новозеландец, так же как и некоторые другие инструменты к американскому доллару готовится на разворот или техническую коррекцию, поэтому здесь будьте внимательны. Мы можем с текущих позиций уйти в нисходящем направлении до нижней границы трендового канала. Это котировка примерно 0,7177. Отсюда уже будем смотреть, как поведет себя цена. Скорее всего это будет вот какой-то такой сценарий с ретестом зеркального уровня котировки 0,72-136 и затем ухода вниз к более дальнему уровню 0,71-198. Но однако следует помнить, что у нас есть неотработанные цели, как среднесрочные, так и краткосрочные сверху. Это диапазон 0,73-14, 0,73-22, 0,73-45, 0,73-58. И есть еще более дальняя цель, это глобальный диапазон 0,73-67, 0,73-909. Поэтому в рамках текущего восходящего движения мы можем добить эти цели и уже после этого уйти в нисходящем направлении на коррекцию. Поэтому здесь будьте внимательны. Золото. Золото продолжает идти по нашему сценарию. Рассматривали мы восходящее движение с достижением вот этого целевого диапазона. Ну как видим так и произошло. После этого у нас образовалось несколько вложенных дней. Причем ликвидность сверху мы всю с вами уже отработали. Я ее даже не стал помечать, убрал на графике, чтобы она не мешала. Но можете поверить мне на слово, ликвидность сверху вся собрана. Теперь наша задача собрать ликвидность снизу. Здесь уже очень длительное время такое формируется неплохая дивергенция. Причем дивергенция действительно очень дикая. Если мы с вами посмотрим, то движение практически бескоррекционное. А мы знаем, что золото, оно после таких затяжных трендовых движений дает очень неплохую коррекцию. Это было и здесь, это было и вот здесь, и вот здесь. Поэтому сейчас наступает тот момент, когда вам нужно принять решение, к какой группе вы присоединитесь. К группе тех людей, которые будут продолжать открывать сделки в лонг по золоту, либо к группе шартистов, которые начинают открывать сделки с сел. Лично я уже открыл сегодня одну сделку на понижение. Первый тейк я рассчитываю собрать в котировке 1.1889.54. Это верхняя граница флетового накопления. Я все-таки думаю, что мы подойдем к ней. Ну а второй тейк я буду собирать уже на тестировании нижней зоны ликвидности. Целей здесь достаточно много. Я рассчитываю, что цена как минимум спустится к котировке 1.868.95, потому что это ключевой уровень минимальной коррекции. Ну а после этого уже буду смотреть, как поведет себя цена. Либо это будет отскок и продолжение восходящего движения через разворотный паттерн, либо это будет какая-то небольшая коррекция, снижение и продолжение нисходящей коррекции, нисходящего движения. Поэтому здесь пока вот так. Тем не менее, цели сверху у нас с вами пока остаются прежними. Это 1934-1942 целевой диапазон. Эти цели у нас по структурному движению цены, как видим, образованы. И ближайший ключевой уровень 1925-38. Серебро. Серебро продолжает двигаться в рамках восходящего трендового канала, однако, как мы видим из последних движений цены, восходящее бодренькое движение потихоньку затихает. Тренд принимает более горизонтальное положение. И сейчас, как мы видим, мы оттестировали зону ликвидности, образованную на прошлой неделе. Поэтому в данный момент здесь есть хорошая тенденция к тому, чтобы нам снизиться до нижней зоны ликвидности. Тем более, что снизу их две у нас осталось неотработанные. Первая цель будет это нижняя граница трендового канала 2749 котировка. Ну а более дальняя цель это 2724 и дальний диапазон это 2683. Пока что вот такой сценарий по серебру, пока мы не обновили локальный максимум, это наиболее вероятный исход на ближайшие дни. Тем более, что еще ниже на уровне 2554 у нас есть много неотработанной ликвидности. И так же, как и на некоторых других активах, этой ликвидности становится слишком много неотработанной. Поэтому цена будет туда стремиться. Рассматриваем на текущий момент основной сценарий снижения. В случае пробоя и достижения котировки 2886 наблюдаем за тем, как ведет себя цена в районе вот этого пика. Если происходит закрепление и продолжение восходящего движения, то мы с вами будем отрабатывать поход к более дальним целям. Это 2912-2942. Ну а пока что придерживаемся сценария на понижение. Нефть марки Brent продолжает штурмовать вершины. Рассматривали мы с вами два вероятных сценария. Это продолжение нисходящего движения в случае отскока от котировки 68-71. Но, как видим, сценарий этот не оправдался. Через небольшую проторговку мы выстрелили вверх. И после ретеста продолжили движение в восходящем направлении. Сейчас ближайшие цели находятся в районе 71-18-71-82. Практически мы до них добрались. Это ближайшие наши цели. Более дальние 72-72-73-26. Будьте внимательны. После достижения вот этого ключевого диапазона у нас возможна коррекция. Давайте отметим, в какие границы примерно может прийти коррекция. Это будет примерно котировка 68-49-67 ровно. Ну а после этого, соответственно, можем продолжить движение в восходящем направлении. Пока что фундамент для нефти положительный. Поэтому нет причин начинать шортить этот инструмент. Пока что ждем достижения ключевых наших целей. 71-58 в прошлый раз была у нас ключевая цель, которую мы успешно достигли. Ну и сейчас рассчитываем на такой же бодренький подход. И доллар-рубль. Доллар-рубль здесь пока что не пошло выполнение нашего сценария, про который мы с вами говорили. Цена у нас еще снизилась. Но тем не менее сейчас, как видим, фьючерс набирает потихоньку обороты. И самое время принять решение, что же с этим делать. Потому что дивергенция здесь достаточно серьезная. Проторговка вот эта указывает на явную борьбу продавцов и покупателей. Ну и кто выиграет, соответственно, тот и будет в профите. Я уже стою в сделках в лонг. Поэтому ориентируйтесь сами, как вы расцениваете текущую ситуацию. Но здесь примерно то же самое, как и на серебре. То есть с учетом того, что тренд у нас принимает более горизонтальное положение, плюс вот эта проторговка, я все-таки думаю, что сейчас цену будут разворачивать. Поэтому рассматривать буду основной сценарий. Это движение в восходящем направлении к котировкам 7409-7462. Отсюда после небольшой коррекции буду уже смотреть и, возможно, добавлять позицию для того, чтобы достичь более дальних целей. С текущих позиций, если рассматривать ближайшие циклические цели, они будут находиться у верхней границы данного диапазончика. Так что, в принципе, все укладывается в рамки нашего сценария. По большому счету, по доллару, блю, все. Здесь больше нового ничего не появилось. Надеюсь, вам понравился данный обзор. Была полезная информация, представленная в нем. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал АМаркетс. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующий обзор. Также можете оставлять ваши вопросы в секциях с комментариями. Если вам интересны какие-то иные инструменты валютного рынка Форекс, которые вы торгуете и хотите, чтобы они прозвучали в обзоре, пожалуйста, также пишите в комментариях. Если, в принципе, будут заявки от нескольких человек на конкретные инструменты, то я с удовольствием включу их в свой еженедельный обзор. Желаю вам хорошей торговой недели. Профита. Пока.